Ну что ж, программа «Наше утро» на телеканале ОТВ продолжается. Степан Арефьев, Марина Гесс. И мы с удовольствием говорим вам о том, что мы возвращаемся к форуму «Утро», который накануне стартовал в санатории «Карагайский Бор». Да, мы не сказали, что в течение 9 дней там будет работать наш коллега, ведущий программы «Есть вопрос» Павел Зорин. И прямо сейчас он готов с нами пообщаться. Да, сейчас Павел с нами готов выйти на прямую связь. Павел, доброе утро. Как прошел первый день форума и что интересного будет сегодня? Доброе утро, коллеги. Ну, наше утро начинается с зарядки. Она стартует для всех участников форума буквально через несколько минут. Ну, а вчерашний день ознаменовало, во-первых, фееричное открытие форума. Также работают уже образовательные площадки, которые начнут работать сегодня уже тоже через несколько минут. Ну, и время от времени пытается омрачить настроение погода, но у нее это не получается, потому что дождь, если и был, то кратковременный. А сейчас небо прояснилось, и что создает особое настроение форума. Вот мы знаем, что туда каждый день приезжают политики. Кто сейчас на форуме и с кем удалось пообщаться? Ну, прямо сейчас рядом со мной стоит заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Вадим Михайлович, ну, расскажите, как вам форум, как вам прошел первый день, и чем отличается форум от предыдущих? Доброе утро. Чем отличается, наверное, тем, что в любое время суток, и вот вчерашний день было там подтверждение, утро, день или вечер, здесь говорят доброе утро. И вы действительно правы, что сегодняшний дождь закончился уже, и этот день начался под девизом «отложи свой телефон с утра, начни отжиматься». И вот сейчас уже началась зарядка. А вообще, если говорить о том, каким форум будет и чем он отличается, ну, прежде всего, конечно, разные площадки образовательные, ведь это образовательный форум. Челябинская область делает площадку «Урал экологический». И, в общем, два направления, две такие дискуссии, две темы для обсуждения будут. Это, во-первых, как сегодня в современном промышленном мегаполисе сохранить природу, как ее беречь. И вторая тема, не менее интересная, как выжить в природе, то есть в лесу. И вот по этим темам мы будем вести разговор и учить участников этому. Ну, а вообще, конечно, предполагается очень много интересного. Впервые у нас здесь, в Челябинской области, не только образовательные площадки, но и факультативы. И ребята могут не только, значит, узнать что-то новое, но еще и на практике применить какие-то знания. Ну, то есть факультативы, они могут обучиться танцами, граффити или классическому рисунку, фитодизайну. А также впервые в этом сезоне или в этом году открытая кухня у нас есть, где, в общем, ребята могут научиться готовить различные блюда, в том числе здоровую еду. Спасибо большое. Я думаю, еще раз пожелаем всем телезрителям доброго утра. Коллеги? Ну что ж, большое спасибо за такой экскурс. Утро 2017, как мы его уже назвали. Ну, а я напомню, что на прямой связи с молодежного форума с нами был наш коллега Павел Зорин. Как у них там сказали? Девиз дня. Отложи телефон и начни отжиматься. Зарядка у них там началась. Да, и поэтому мы тоже тогда продолжаем данную тему и с удовольствием переходим к нашей рубрике «Бодрящая зарядка» с Натальей Ворониной. Ты отжимаешься? Я считаю. Поехали. Давай.